рука иди и не шатай не шатай увидела закрой все хорошо чтоб шумно не было я снимаю видео закрой хорошо дверь всем доброго времени суток друзья меня зовут маша и добро пожаловать на мой youtube канал и это новогоднее видео последнее видео в этом уходящем 2020 году этот год был безумно тяжелый для меня трудный много было испытаний в этом году много было слез страданий переживаний но и много положительного много позитивного много классного я познакомилась со многими интересными обалденными разносторонними людьми я думаю ни для кого не секрет и для многих не только для меня этот год был очень тяжелым ну всеми известная пандемия как бы нам под насрала вот но я не хочу чтобы мы отчаивались чтобы мы грустили по этому поводу вешали нос и главное не терять главное не терять позитивный настрой главное не терять веру в прекрасное будущее в ясное небо над головой и новый мир без пандемии давайте будем вместе верить что в 2021 году этот ужас наконец-то закончится и мы все выздоровеем и будем счастливы как прежде вот я хотела в этом видосе просто вас поздравить с наступающим новым годом с годом металлического или серебряного быка точно не уверена вот всех вас поздравляю с наступающим новым годом я вас всех поздравляю очень сильно вас всех люблю и обожаю желаю вам всего самого наилучшего позитива здоровья мира счастья добра вот всем тем людям кто находится в абьюзивных тяжелых токсичных отношениях желаю наконец-то их закончить наконец-то уйти от ваших абьюзеров наконец-то уйти от ваших насильников найти в себе силы найти веру в себя что вы справитесь чтобы сильный и все у вас будет супер вот посмотрите вот увидите тех кто ушел от своих абьюзеров держитесь не сдавайте позиции будьте на высоте любите себя цените вы у себя самые лучшие богини царицы императрицы и так далее и тому подобное вы молодцы тех кто смотрит видосики про неудачные неловкие свидания ищет мои да и считает что все женщины меркантильные сучки а я во главе их дальним самая меркантильная желаю вам найти свою не меркантильную не сучку а хорошую порядочную суперскую обалденную девушку чтобы у вас была любовь морковь и чтобы вы были счастливы навеки вечны всем кто считает что я не меркантильная а говорю хорошие правильные вещи своих видосах вы вообще молодцы я вас всех обожаю люблю и шлю поцелуйчики вам вообще любви счастья здоровья позитива и никакого коронавируса в общем наговорила чего-то такого сумбурного всем здоровья счастья любви взаимопонимания сил и успехов я желаю в новом наступающем 2021 году сейчас вы наверное находитесь прибываете за нарезкой новогодних салатиков кто режет оливье кто режет селедку под шубой а кто уже разогревается попивая шампусик вас тоже поддерживаю хотела вспомнить вот парочку каких-то вот таких вот новогодних историй может быть рождественских или просто зимних январских таких историй вот чтобы поддержать вот вас когда уже все-таки мой про истории да вот что-то такого особого не могу вспомнить что такого в новый год со мной приключалось могу вспомнить одну миленькую коротенькую историю когда мы были маленькие было мне может быть лет 8 9 сестре мои было годика три наверное трех еще не было вот и наш папа нарядившись в деда мороза а как нарядившись одел такой светло-сиреневый халат мамин перевязав пояс каким-то там шарфом какую-то там ватную бороду он себе прилепил какую-то шапку хорошо перед этим накатив тем самым став очень даже на веселее приходит он значит вот после того как пробили куранты 12 часов заходит наш папа в роли деда мороза поздравлять нас с сестрой с новым годом ну я ясное дело уже взрослый взрослый ребенок мне 8-9 лет это кашу жена дед мороз посмотрела все на это скептически но сестра моя вот так вот на него смотрела смотрела папа ей наверное минут десять девочка расскажи стишок расскажи стишок девочка я тебе подарок дома где у нас тут маленькая девочка расскажи-ка мне стишок а у меня подарок для нашей девочки есть и давай вот эту всю сценку разыгрывать а это маленькая девочка значит смотрит на него так смотрит внимательно разглядывает разглядывать не отводя взгляда и такая думает папа это и не папа папа это и не папа долго долго думала минут десять она молчала как за как застопоренная смотрела вглядывая взглядывалась а потом начала рассказывать стишок здравствуй дедушка мороз борода из ваты ты подарки нам принес а дальше идет строчка нецензурная многие знают этот стишок там идет пида горбатый вот но мы этот стишок адаптировали под детскую психику и мы это это нецензурное слово заменили старый дед горбатый но почему-то мы тогда это не понимали что даже такая интер интерпретация этого стишка тоже не очень вежливо звучало по отношению к деду морозу и в общем моя сестричка рассказывает этот стишок ты подарки нам принес старый дед горбатый вот и папа в роли деда мороза такой молодец девочка вот тебе подарок за зарывается вглубь мешка и достает там какой-то сладкий подарок сестра моя счастлива все счастливы все посмеялись все похохотали в общем я до сих пор вспоминаю ли лицо моей сестры как она внимательно разглядывала и решала принимала важнейшее в жизни решение папа это был или не папа и потом уже спустя полчаса часа мы у него спрашиваем кто это приходил дед мороз дед мороз приходил все ребенок решил что приходил дед мороз это было прекрасно боже мой это просто чудесно кстати в этом году я даже купила недорогой простенький костюм деда мороза будем в этом году точно также разыгрывать моего сына буду создавать для своего ребенка праздник нарядим нашего деда в деда мороза может быть скорее всего засниму для вас такой новогодний домашний влог и выложу на youtube канал разделите с нами этот прикол посмотрим как мой сын отреагировал отреагирует на деда мороза на моего папу в роли деда мороза вот потому что в прошлом году деда мороза в которого наряжалась моя мама он испугался кстати мой влог есть на моем канале ссылку оставлю где-нибудь вот здесь посмотрите этот новогодний влог вот такие вот дела вот такая вот коротенькая непринужденная простая банальная новогодняя история если вам понравилось ставьте лайки ничего такого толкового и супер трешового новогоднего я вспомню для вас не могла но я хочу главное вам пожелать что чтобы новый год был для вас таким праздником понимаете это вот с другой стороны это обычный день это как вы его встречаете там в одиночестве или там с семьей или со второй половинкой с детьми с подругами с кем это не играет роли новый год не обязательно должен встречаться как в рождественских американских фильмов про новый год это с кем вы будете встречать новый год не должно с кем и как вы будете встречать новый год не должно влиять на ваше настроение у вас не должно появиться какого-то депрессия в общем если вам понравилось это видео ставьте лайки если вам не понравилось это видео ставьте дизлайки подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал ну и конечно же всех люблю всем пока с наступающим новым годом и друзья всех люблю и поднимаю этот бокал за вас ребятки подписывайтесь на мой канал субтитры сделал DimaTorzok слышу